Здравствуйте, друзья, с вами Вула на ваших экранах Парагон, и сегодня я покажу вам нового персонажа, точнее билд на него, работоспособный, которого нам добавили 10 января. Это Серафима, она очень необычная, и сегодня я хочу начать именно с билда, чтобы вы видели, какие карты я использую в колоде, а уж потом на способностях покажу, что вас ждет, если вы будете использовать этот билд. Сразу предупреждаю, персонаж сложный, это вам не просто пиф-паф стрелять во все, что движется, здесь уже следует подумать головой, но поверьте мне, если вы дотянете до лейта, равных вам не будет. Ну и перед тем, как я покажу билд, хотелось бы сказать, что во вторник до нее добраться было вообще невозможно, то есть во время драфта, кто вот первый стоит в обеих командах, постоянно ее брали, я во вторник даже не поиграл за нее ни разу. Ну и единственное хорошо, что до весь вечер, наверное, драфт отменился только раза два, то есть люди не ливали, если им не попадалось Серафима. В отличие от доты, например, я помню, когда выходил Аркварден или Течис, если кто-то в самом начале берет его, все, сразу там человека 3 из 10 отваливается, и игра запускалась, наверное, раза только с 10, так что хоть этим я остался доволен. Ну а теперь перейдем к билду, и его я собрал на двух показателях, это крит и вампиризм, а для начала игры мы собираем себе жетон удара, зелье здоровья и зелье маны. Ну и хоть я сказал, что билд рассчитан на вампиризм, брать вампирский эликсир в начале игры все-таки не стоит, потому что разница восстановления здоровья по сравнению с зельем здоровья у них существенная, 3,6 против 6, а вот гнаться за 5 единицами вампиризма в начале игры я бы не советовал. А вот первая карта, которую стоит взять, это оберег убийцы. Ну, во-первых, это оберег, обереги всегда полезны. Во-вторых, оно даст нам немного пробивания, базового причем, потому что основной урон мы будем наносить именно автоатакой, скажем так. Ну и в-третьих, это даст нам неплохое количество урона для начала и 10 вампиризма. Для тех, кто не в курсе, как работает вампиризм, объясню. Вот, например, на этой карте у нас будет 10 вампиризма. Это значит, что мы будем восстанавливать 10% от нанесенного базового урона, именно базового, а не урона от способностей. Чисто теоретически я, конечно, не пробовал, но по идее можно разогнать даже больше 100. Но в этом, я как понимаю, нет смысла, потому что урона-то у вас не будет. Как по мне, поднимать вампиризм выше 50 я бы не советовал, потому что тогда вы будете, наверное, ощутимо проседать по урону. А дальше мы будем разгонять крит. И, как по мне, единственная карта, которая к этому предрасположена, это скипетр мага разлома. Причем мы будем использовать их два. Первый мы будем улучшать полностью на крит, а во второй мы добавим одну большую рану и два заклинания. Первый именно собирайте комбинированную карту, чтобы у вас постепенно и крит появлялся, и урон развивался. А потом второй скипетр. И теперь уже наш вампиризм, который будет давать оберег убийцы, эти 10% будут уже весьма ощущаться. Потому что к этому моменту мы примерно будем наносить, скажем так, урона 250 критами, то от этих 250 мы будем восстанавливать 25 единиц хп. Довольно-таки неплохо, если считать отсутствие у нас хп в принципе, потому что мы не будем развивать его на протяжении всей игры. Этот отхил очень сильно нам поможет. Ну и, конечно, раз мы разгоняем крит, следующей карты, разумеется, будет клинок агоры. Полностью улучшенный малыми ударами. И, как видите, он занимает 9 единиц силы. Эту одну единицу силы я как раз-таки закинул в скипетр мага разлома, который полностью улучшенный на крит. И скоро к этому моменту уже начнется лейт. Следующей нашей картой будет проклятие кровопийцы, полностью улучшенная на вампиризм. Полностью эта карта, улучшенная, с бонусами, даст нам 30% вампиризма. Плюс наши еще 10% от оберега убийцы, итого 40% вампиризма. А теперь считайте, плюс клинок агоры, там будут криты по 500, 40%, то есть мы будем отхиливать почти по 200, поэтому отпадает полностью надобность в хп. И если раньше мы просто больно били, то теперь мы стали просто неубиваемые. Ну, конечно, если вы там 1 в 5 попретесь, конечно, вас всех завалят, но 1 на 1 нас убить теперь очень сложно. Ну и последней картой возьмем жаждущий клык. Еще немного вампиризма, 5%, и урончика нам добавят. Причем, заметьте, улучшаем ее только на 8 единиц силы, потому что проклятие кровопийцы будет стоить 12 единиц силы. Ну, еще я с собой взял закаленную пластину, настроенный барьер и испитие духа. Хотя к использованию я, честно, не рекомендую. Максимум для чего, только замените себе оберег убийцы. Пожертвовать 10% вампиризма, чтоб добавить там хп, брони и прочих бонусов. Но пока я в этом никакого смысла не вижу. Этих 6 карт хватает с лихвой. Ну, а теперь уже можно рассмотреть способности. И первая у нас идет кара. Наносит урон в области перед собой. Довольно-таки неплохой урон. И очень полезно действует замедление на 2 секунды. Таким образом, противников можно будет очень быстро догонять. По мере прокачки будет увеличиваться урон, замедление. Стоит она немного, перезаряжается быстро. Очень полезная способность. Дальше у нас идет гнев небес. Вы выделяете зону, желательно, в которой находится как можно больше противников. И с задержкой в 0,2 секунды вы будете прыгать по каждой из целей и наносить базовый урон. Ну, или урон от автоатаки, скажем так. По мере прокачки будет только уменьшаться кулдаун этой способности. Поэтому я в первую очередь улучшаю кару, вознесение, а потом уже гнев небес к концу игры. Потому что к лейту мы как раз разовьемся, и ее частое использование нам очень сильно пригодится. А по мере всей игры, даже на первом уровне, она будет наносить очень хороший урон, так как она будет наносить урон нашей основной атаки. То есть криты. Она будет наносить урон всеми критами, которыми у нас будет. Плюс она будет вампирить. То есть все эти атаки будут нас отхиливать. Я вот тут сражался с Северогом, ну, догнать не смог его. Но это не важно. Вот смотрите вот сюда. Я восстановил себе 840 хп. Из воздуха. Просто из воздуха. Представляете, если такое творить в замесе. Эту способность можно юждать каждые 6 секунд. Да это просто имба. Ну, по крайней мере, с этим билдом. И еще у нее есть одна необычная особенность. Во время этих скачков мы будем получать неуязвимость абсолютную к любому урону или контролю. Потому что сейчас меня очень сильно бесила ульта Грейдстоуна. Плевать, что он возвращается снова там с половины хп. Он, когда возвращался, наносил просто дикий дамаг. Сейчас же, если подгадать момент, если там толпа стоит, то вообще не трудно. Но если вы один там по самому концу, перед самым его приземлением, используете эту способность, И вы будете игнорить его приземление. Я, когда это обнаружил, был вообще довольный, как слон. Я так троллить начал эти Грейдстоунов. Столкнулся был с одним. Блин, сплохо не заснял. Начал биться с ним один на один. У него там почти 2500, и у нас там 1300. Но это вообще ничего не значит. С нашим уроном, с нашим отхилом. Я сношу ему все здоровье. У меня остается примерно 50%. У него срабатывает ульта. Он возвращается. А я ее за гнев небес. И у него урон не проходит. Он начинает паниковать. Не понимает, что происходит. Убегает, а я уже в Вознесение. Кару, и все. Иди на базу, парень. Ой, какой я был довольный. Но это все мелочи. Продолжим дальше. Вознесение. Сложная в использовании способность. По первому нажатию она будет поднимать вас в воздух. И у вас будет появляться зона, в которую вы хотите приземлиться. Поэтому если вы кого-то догоняете или убегаете, То действие принимать надо быстро, чтобы вы долго не висели в воздухе. Указывайте зону, и в нее вы упадете, нанеся урон. В чем неплохой урон. Также у нее быстрая перезарядка. Немного маны требуют. В общем, полезность и лицо. Ну и ульта. Казалось бы, уже и так всего хватает. Мы имба. Но нет, и здесь тоже есть некая ересь. Теперь мы переходим на темную сторону на 18 секунд. И во время перехода на противников в радиусе 600 единиц Будет накладываться горение и слабость. Горение у нас наносит небольшой урон, А слабость снижает урон противников до 90%. Причем другие наши способности в течение этих 18 секунд Будут повторно накладывать слабость и горение. Таким образом, способности лучше всего использовать постепенно. Не все одновременно кастовать. А скастовали, допустим, сначала ульту. Нанесли пару ударов. Скастовали кару. Еще пару ударов. Вознесение. Еще пару ударов. Ну и гневом добили там. Ну и как бонус. Так уже совсем чуть-чуть. Хотя уже куда уж чуть-чуть. Тут и так уже всего навалом. Она будет наносить еще дополнительный базовый урон Во время темной стороны, скажем так. Но, в общем, друзья, герой получился отличный. Сложный в начальной стадии игры. Легкий в лейте. Очень веселый. Так что играйте за нее. Составляйте свои билды. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И играйте в хорошие игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!